Итак, друзья, сейчас у многих вопрос, а почему это так дорого стоят теперь видеокарты, да, взлетели. Ну вот, допустим, видеокарта RTX 3080 взлетела чуть ли не в три раза, то есть подорожала на 200% примерно. Ну как вам такое подорожание, да? И вот почему все это произошло. Потому что, значит, Илон Маск закупился биткоином, значит, после чего биткоин начал расти. Ну он и до этого, возможно, рос, но после покупки Илоном Маском он вообще начал лететь. Сразу же вместе с этим за биткоином потянулись и другие криптовалюты. И, значит, ну, естественно, криптовалюты майнятся на видеокартах. Естественно, майнинг сразу же стал выгодным, очень даже. И все сразу же начали скупать, естественно, видеокарты, что и повлекло за собой подорожание видеокарт. Ну и вот РБК подготовил тысячи процентов прибыли. Как биткоин взлетел и падал в 2020-2021 году. В марте 2020 года котировки биткоина падали ниже 4 тысяч долларов. Спустя ровно год они достигли 61, ну почти 62 тысячи долларов. Путь первой криптовалюты к новому рекорду в карточках от РБК, крипто и так далее. Соответственно, что произошло? Был обвал. Во-первых, он был весной 2020 года. Сейчас, кстати, весна 2021 года. В начале 2020 года биткоин на Currency.com активно дорожал. За полтора месяца криптовалюта выросла в цене с 7,1 до 10,5. Однако, в середине февраля рынок начал снижаться, а в марте обвалился. 12-13 марта котировки BTC упали практически на 50% до 3,7 тысяч долларов. Восстановление к прежним отметкам. После падения до 3,7 тысяч долларов началась текущая волна роста стоимости биткоина, который продолжается по настоящий момент. Для того, чтобы вернуться к отметкам середины февраля 2020 года, криптовалюте потребовалось 2,5 месяца. Летнее затишье. Прошлым летом крипторынок почти 2 месяца двигался в узком диапазоне. Если 1 июня котировки BTC на Currency.com достигали 10,4 тысячи, то к концу июля они составляли лишь 9,2 тысячи. Снижение на 12% практически 2 месяца – редкость для криптовалют. Всплесц цены и откат 26 июля 2020 года котировки BTC на Currency.com продолжали расти. Уже в середине августа они обновили локальный максимум выше 12,4 тысячи. За 3 недели криптовалюта подорожала на 25%. За 3 недели. После чего произошел откат. В начале сентября стоимость BTC в последний раз опускалась ниже 10 тысяч долларов. Осеннее затишье. В сентябре по начало октября котировки BTC на Currency.com, как и в начале лета, двигались в относительно узком диапазоне. К 7 октября стоимость криптовалюты оставалась на отметках около 11 тысяч. За месяц она выросла на 10%. Первая попытка обновления максимума. Активная фаза роста биткоина стартовала в середине октября, когда криптовалюта торговалась на Currency.com по 11,5 тысяч. Уже 24 ноября стоимость токентизированного актива приблизилась к на тот момент историческому максимуму 20 тысяч. Но не смогла его преодолеть. За два дня откатилась до 16,2 тысяч. Вторая попытка. Новый максимум с отметки в 16,2 тысячи. Биткоин на Currency.com снова начал подниматься и в цене. И еще раз попытался преодолеть отметку в 20 тысяч долларов. Но безуспешно к 11 декабря 2020 года криптовалюта откатилась до 17,6 тысяч. После чего продолжила активно дорожать. Друзья, то есть совсем еще недавно. Это почти конец 2020 года. Биткоин стоил 16 тысяч, там 20, значит, после чего продолжила активно дорожать. 16 декабря отметка в 20 была преодолена в 20 тысяч долларов. Взрывной рост выше 40 тысяч. 16 декабря, то есть это вообще недавно, это начало, это конец 2020 года. 16 декабря курс биткоин на Currency.com впервые поднялся выше 20 тысяч, а уже 8 января он достиг 42 тысяч. После этого начался откат и к концу месяца криптовалюта торговалась по цене 28,8 тысяч. Первый взлет выше 50 тысяч. В феврале рынок снова продолжил расти. И уже 8 числа цена биткоин на Currency.com вновь превысила 40 тысяч, а 21 впервые достигла 58,3 тысяч. После этого котировки пошли на спад 28 февраля, опускаясь до локального минимума в 42,9. То есть, друзья, вот буквально несколько месяцев назад только взлетел вот этот вот биткоин. Рос последнему максимуму в 61,7 тысяч. 13 марта, ровно спустя год после обновления в 2020 году на Currency.com биткоин установил последний на текущий момент исторический максимум стоимостью 61,7 тысяч. За 12 месяцев криптовалюта выросла в цене на 1567% за 12 месяцев. Представьте, если кто-то вложился, 1567%. Это просто что-то в 15 раз. В 15 раз. Ну, примерно 1560 и так далее. Ну, в 15 раз, скажем, если бы человек, если человек вложился там тысячу долларов, да, получил 15 тысяч долларов. Тысяча долларов, скажем, 70 тысяч рублей, а в 15 почти миллион, да, миллион рублей, вот. Деньги будущего. Что такое? Ну, и рекомендуем дальше рекомендации статьи. Друзья, вот такие вот заметки от РБК. Ну, вот так вот. Ссылка в описании на статью, как обычно. Ну, а вам я говорю всего доброго. Всем пока. До свидания.